Всем привет! С вами Петренко ТиВи. Сегодня мы поговорим о новом фильме Хищник. Хищник это очередной фильм про инопланетных пришельцев, хищниках. И возможно он не последний. Разберем фильм подробно и мы начинаем. Арнольд Шварценеггер. Мы спасаем людей, а не убиваем. Сейчас. Было время крутых боевиков с легендарными актерами. Но это время, увы, прошло. Мы все убили. Но в этот раз он выбрал не ту жертву. Если его можно ранить, значит можно и убить. И сегодня на экране новая экранизация серии Хищник. По сути это не ремейк, а продолжение истории в будущем. Или другими словами, сиквел. Очень похоже на историю создания фильма в парк юрского периода. Там также продолжили в прошлом успешные фильмы, как Хищники. Просто очень похожий ход франшизы. По впечатлению, фильм довольно-таки неплохой. Местами юморной, местами очень эпичный экшен. А вот в промежутках жуткие нелогичные моменты. И конечно, фильм Хищник 2012 года не лучше фильма 1987. Это точно. Перейдем к сюжету. Главный герой, бывший морпеха, обнаруживает представителей злобной планетной расы на Земле. Но никто не верит ему, что эти тварьи существуют. А то, что они сделали отсылку к первому и второму фильму Хищник, назвав даты происшествия с такими же случаями. Из этого следует, что Хищник триквел. Не в счет третий фильм Хищники. Я так понял, что этот фильм никак не завязали. Просто решили снять фильм на то, что уже все знают. Так вот, правительство не могло всю эту историю замять. Нет. Так как во втором фильме куча людей в большом городе огребали от Хищника, думаю, это сложно забыть. Замять это, ну уж точно невозможно. Так вот, по сюжету, на Землю прилетает Хищник-предатель. В смысле, для Хищников он предатель, для человечества очень даже полезен. А за ним вдогонку гонится огромный Хищник в три раза больше обычного. А в то время в секретной лаборатории находится в замороженном состоянии еще один злобный Хищник. И, конечно, в этой лаборатории, по закону жанра... Все, пошло не по плану! У нас проблема! Спасайтесь, кто может! Хьюстон, у нас проблема! Так вот, того самого бывшего морпеха загоняет команду из психованных лузеров. Ему предстоит с новой командой победить Хищника. Но у нашего главного героя есть Козырь. Скажу так, у меня на руках есть Козырь. У него есть сын-аутист, которого все обижают в школе. Но именно он становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками. Поскольку мальчик обладает высоким интеллектом, умеет невероятно быстро учить языки. И, судя по всему, может понимать пришельцев. Да уж, крутые у пацана возможности. На шлеме Хищника потыркал, и где-то инопланетный корабль потерял маскировку. Сюжетные линии переплетаются, не сразу в них разберешься. Но это неплохо. Не просто одна основная линия, а довольно сложная. С двумя сладеями, с тремя Хищниками и со всем новой командой. И с пацаном-аутистом. Да-да, не удивляйтесь. В фильме есть куча нелогичных моментов. А вы знаете, как я обожаю эти моменты. Ну, например, момент с Хищником. В лаборатории Хищник убил всех, но по каким-то причинам не убил женщину. Она села, разделась и спряталась. И Хищник прошел рядом с ней и не тронул ее. Почему Хищник ее не убил? Здесь же у Хищника тепловизор. Хоть даже она разделась, но все равно бы Хищник увидел бы ее. Состоянной температуры нашего тела 36,6 хватает, чтобы Хищник нас увидел. И надо было, как Шварценеггер, грязью обмазаться. Потом еще один момент. Нелогичные смерти. Одного из команды убили защитным щитом корабля. Главный герой, конечно, лег и не умер. А он ничего не сделал. И умер. Говорят ему, ложись, этот непланетный защитный щит тебя расплющит. Примерно так это сняли. Я должен по сценарию умереть. И это самый подходящий момент. Прости меня, Квинн. Не плачь по мне. Ты должен остаться один. Это не одна смерть. В фильме показана куча глупых и очень смешных смертей. Еще пара моментов. Как команда приучила инопланетного пса? Что, блин? Все собаки вселенной реагируют на это. Ну, думаю, это нелогично. Псы инопланетные приручены главным хищником. И пес никак не будет помогать людям, а скорее сожрет их. Ну, где пацан обучался? Конечно, есть теория, что аутисты бывают умнее, чем обычные люди. Но он же не настолько умен, чтобы разобраться в инопланетном корабле. Загадки в темноте. К этому всему нам нужно... Вопросы? Вопросы требуют ответов. Итак, дальше к эффектам. Тут все в порядке. Конечно, если сравнивать с первым фильмом, то эффекты в новом хищнике круче. Но, естественно, технологии кинематографа улучшились и поднялись на новый уровень. Теперь эффекты делают с помощью зеленого фона и хорошего монтажера. Очень качественные хищники с компьютерной графикой. Крутой инопланетный корабль. И крутые сочные взрывы, драки, перестрелки. Очень качественная съемка. Ведь если в кино основная съемка говно, то никакой зеленый фон тебя не спасет. В этом фильме все норм. Так было и есть над чем угорать. Были так и смешные шутки, так и плохие шутки. Ну и пошлые шуточки. Эй, Баксли, если бы Вагина твоей мамы была видеоигрой, у нее был бы рейтинг для всех. Или многие свои харизмы смешили. Или своей откровенной тупостью. По актерам. Но сначала... Сначала... Факта! А вы знали, что на главную роль планировался сняться Бениса Дель Тора? Но, увы, взяли... Но, увы, взяли Бойт Холбрука, молодого актера. Ему еще надо привыкнуть. По виду его не скажут, что он крутой. Вот Шварценеггер в первом фильме был с первого взгляда величественный. Итак, дальше распределили роли... Алфи Аллен. Так-так... А у нас тут вонючка! Вот такая эмоция у меня была на этого актера сразу. Мы его знаем по разным именам. Теон Грейджой. Вонючка. С отрезанным членом. Тревенты Роудс. В роли небраски. Джекоб Трэмблей. Тот пацан Аутис. Кига Майкл Ки. Пошлый шутник. Оливия Манн. Та женщина-биолог. Терлинг Ки Браун. Злодей второстепенный. Также известен в недавнем фильме от Элли Артеминда. Был обзор, кто не видел, посмотрите. И Томас Джейм Баксли. Очень раним, не любит тупые шутки пошлого шутника. В итоге фильм неплохой. Не лучше первой части и не совсем не шедевр. С кучей ляпов и нелогичных моментов. Но с крутыми эффектами. С крутым хищником и нормальной актерской игрой. В итоге оценить общий этот фильм это норм. Можно глянуть в кино. Ставлю оценку 7 из 10. Вот для сравнения ставлю оценку первому фильму со Шварценеггером. 10 из 10. Спасибо за просмотр. Ну прям респект, если сейчас вы меня слышите. Если понравился обзор, ставьте большие пальцы вверх. Подпишись. Комментируйте этот обзор. Также не забывайте ставить колокольчик. Так я вижу вашу активность. Не забывайте это, пожалуйста. С вами был Петренг ТВ. До скорого. До скорых встреч. Увидимся на Проклятие Монахини. Пока!